Население городка Фюрстенберг, что в 95 километрах от Берлина, всего 7 тысяч человек. Но история у этого места темная. Рядом с ним в 1939-1945 годах находился крупнейший женский концлагерь, Равенсбрюк, через который прошло более 130 тысяч узниц. Самое страшное... Все там было самое страшное, все ужасное. Равенсбрюк был лагерем интернациональным. В нем содержались женщины из многих стран, в том числе и из Советского Союза. Бывшая узница Жермена Тильон пишет о русских женщинах в Равенсбрюке так. Их спаянность объяснялась тем, что они прошли армейскую школу еще до пленения. Они были молодые, крепкие, опрятные, честные и грубые. Интеллигенток среди них было мало. Поначалу в 1941-м советских женщин-военнослужащих немцы в плен не брали. Во-первых, полагали, что женщины-солдаты это фанатички, пропитанные большевистской пропагандой. Во-вторых, не хотели провоцировать разложение воинской дисциплины. Но потом этот приказ был отменен. Условия жизни в женском концлагере. Там было две газовые камеры, бункер, штрафблок, виселицы вешали. Ставили виселицы вешали. В Равенсбрюке пленные женщины много работали. По 12-14 часов в день. Без выходных. В основном в швейных мастерских. Шили форменную одежду для военных и заключенных. Занимались выделкой кож и шкур. С середины 1942 года работали и в специально построенных электротехнических мастерских концерна «Сименс». Постепенно у концлагеря Равенсбрюк образовалось более 70 отделений, в том числе и военной промышленности, где также использовали рабский труд женщин. Летом заключенные просыпались очень рано, в 4 часа. Небольшой перерыв для отдыха им давали днем, после чего работа продолжалась до самого вечера. Пища состояла из баланды, картошки и 200 грамма хлеба в день. Когда новая партия женщин пребывала в лагере, их раздевали прямо на улице, коротко стригли и отправляли в баню на медосмотр. Вели нас в предбанник, стоят эсэсовцы, нас доголор раздевать, эсэсовцы стеной стоят. Оттуда выходили уже в полосатых платьях-робах. На платьях номер и знак в виде треугольника с буквой, указывающей на происхождение узницы. У нас на спине был намалеван красной краской большой СУ, винкель и номер. Содержались здесь и немки, осужденные по уголовным и политическим статьям. Как и многие другие концлагеря, Равенсбрюк был переполнен, поэтому элементарные правила гигиены и санитарии соблюдались с трудом. Туалетов и умывальников всегда не хватало. В Равенсбрюке, как и в мужских концлагерях, был крематорий. Поэтому никто из узниц не хотел заболеть и надолго потерять трудоспособность. Немного легче приходилось тем женщинам, кто попадал в прислугу лагерного начальства. Чтобы привлечь эсэсовцев на такую незавидную работу, комендантам концлагерей и представителям лагерной администрации, ранком поменьше давали хорошие дома абсолютно бесплатно. По законам военного времени, обычные немки обязаны были работать, а женам сотрудников администрации концлагерей разрешалось быть домохозяйками. В экспозиции мемориального музея Равенсбрюк есть дом, в котором жил комендант в лагере Макс Кёгель с семьей. У него был двухэтажный дом, общей площадью почти 150 квадратных метров, с ванной, туалетом, центральным отоплением, гостиной и натуральным камином. Также был сад. Ради такого улучшения жизненных условий, жены эсэсовцев мирились с тем, что придется жить рядом с концлагерем. Быть прислугой в доме начальства это была, пожалуй, самая легкая работа и участь для пленной женщины. Но также можно было попасть и на операционный стол в качестве подопытного кролика. В Равенсбрюке, как и в мужских концлагерях, проводились медицинские эксперименты. На узницах испытывали новые препараты для лечения огнестрельных ранений, серьезных ран и гангрены. Многие женщины здесь потеряли здоровье или стали бесплодными. В 1945 году, когда Красная Армия приближалась, эсэсовцы уничтожили документы лагерного архива. 30 апреля 1945 года советские войска освободили Равенсбрюк. По примерным оценкам, за годы войны в этом крупнейшем женском концлагере погибло более 50 тысяч женщин. Нужно сказать, что много ужасов, много всего в концлагере было. И, конечно, все другие национальности не верили в победу нашего Советского Союза. А мы были очень уверены, мы не знали или доживем, мы не знали или выдержим, но верили в нашу победу, верили.